Всем привет! Меня зовут Оксана, я рада вас приветствовать на своем рукодельном канале Oxfell. Добро пожаловать! Давно не снимала видео в таком формате, когда я лицом в кадре, и немножечко уже отвыкла от этого, но надеюсь, что такие форматы на моем канале будут появляться чаще. Я хочу начать новый визуальный влог, показать вам свои процессы, которые я показывала ранее, но, как мне кажется, когда я показываю на столе, не очень понятно, что из этого иногда получается, каких-то объемов, как это выглядит. Поэтому, наверное, я начну с плечевых изделий, для того, чтобы было более понятно вообще, что получается в меня. Кстати, я сегодня в своем розовом джемпере, который связала в январе, обещала вам его показать. Фотографии и видео отдельных у меня пока нет, но в принципе сейчас можно заметить, как он на мне смотрится. Я его вязала из махера на полиамиде в три нити, и получился он, знаете, такой достаточно прям теплый, яркий, хороший. Мне нравится, как он сидит, связан английской резинкой. Думаю, вот сейчас все прекрасно видно. Еще, мне кажется, его нужно будет несколько раз постирать, чтобы выровнялись до конца все петли. Что единственное меня смущает немножечко в этом джемпере, так это то, что мне кажется, что рукава все-таки чуть-чуть коротковаты. С другой стороны, я не люблю длинные рукава, и мне кажется, для такого фасона длинные рукава, они, наверное, будут смотреться не очень возможно хорошо, хотя кто знает. В любом случае, у меня осталось пряжа, и если я пойму, что рукава мне все-таки коротковаты, то я перевяжу их немножечко и просто добавлю резинки. Это что касается моего розового джемпера, и теперь давайте посмотрим на другие процессы. Один из главных процессов, который вот-вот уже, я, наверное, за финале, и будет скоро готова к работе, это твидовый джемпер. Вот таким образом он у меня уже выглядит. Достаточно большой, и я довязываю вторую руку, в принципе, и на этом все. Связать здесь, наверное, осталось рядов 50-60, вяжется достаточно быстро, при том, что я делаю убавки через каждые 10 рядов. И, как я уже говорила, можно заметить, что сверху вот эта часть у меня постирана, да, вот выглядит очень симпатично, а снизу нет. При том, что мне кажется, что еще вверх отстирается, и он такой, знаете, мягкий, приятный будет. Я вот когда трогаю эту постиранную часть, я уже хочу его носить, и в голове, и в мыслях у себя я его ношу. Вот, поэтому довязываю рукав, стираю, и все, и наконец-то в моем гардеробе появляется твидовый джемпер. У меня, кстати, на удивление, ну, и не знаю, почему на удивление, но мне кажется, все-таки на удивление, твидовых джемперов, кардиганов вообще нет никаких изделий. У меня раньше были твидовые береты, шапки, но на этом все. По-моему, даже перчаток нет, да. Так что это такое большое плечевое изделие, которое вот уже почти закончено. Это первый такой процесс большой. Дальше хочу показать свой процесс, который уже давно не показывала, потому что сейчас редко к нему возвращаюсь, редко вяжу. Это мой бак, то есть такой палантин, который вяжется у меня из бобины пряжи, мохер и мохер с пайетками. Очень красиво, вот можно заметить, как переливается. Тоже достаточно уже большое у меня изделие. Ну, именно, наверное, поэтому оно вяжется очень медленно, потому что петельная спица появляется все больше, вязание все дольше. Вот, и еще такой момент, что я его хочу сделать чуть больше, чем надо, потому что этот мохер, он с эластаном. Вот можно заметить, я думаю, что видно, да. Не знаю, как вам так показать, на чем. В общем, он тянется туда-сюда, и, скорее всего, он сядет после стирки. Если он сядет после стирки, то, соответственно, если я свяжу то изделие, той длины, которая мне нужна, оно сядет и станет меньше. Поэтому мне нужно это учитывать и связать его чуть больше, чем я бы хотела. Поэтому все это немножечко замедляет весь процесс. Но, несмотря на это, я не теряю надежды. И мне кажется, что в скором времени я его тоже закончу. Очень красивый. Единственный, кстати, момент, я уже думала, что, может быть, нужно было дать его маме, чтобы она не сядала на машинке. Но, в любом случае, красивый. И с изнанки, посмотрите, тоже достаточно много пайеток. Вот на изнаночной стороне красиво переливается. И следующее изделие, которое я вам хочу показать, я его активно уже показывала в прошлом влоге. Это мой джемпер из запряж дропс браштальпака сил. Посмотрите, как красиво смотрится. Растянуть его пошире сейчас мне не очень удастся, потому что леска коротенькая. Но, в любом случае, мне кажется, сочетание цветов очень красивый. И сейчас можно заметить, на какой стадии он у меня находится. То есть связано, наверное, где-то 1 четвертая часть точной, если не больше. Продолжая его также активно вязать, тоже очень хочется его сюда носить, потому что мне кажется, что мне вот такого изделия в гардеробе прям не хватает. Вот так смотрится вблизи, на свету, чтобы было хорошо заметно. Петли, конечно, немножечко у меня прыгают, но я вообще заметила, что в пряже дропс браштальпака сил, я уже просто не первый раз вяжу изделия, у меня петли всегда немножечко подскакивают, потому что иногда как-то мне не удается, вот когда я вяжу, зацепить нормально эту петлю. Не знаю, с чем это связано. Но на самом деле это не сильно заметно, и после стирки в носке вообще не видно, потому что пушок, который идет на самой основной ниточке, очень хорошо все перекрывает. И еще покажу вам один процесс. Вообще, конечно, его по-хорошему нужно будет показать в формате руки в кадре, но давайте все-таки немножечко засвечу. Это вот эти вот мои носки из пряжи Лана Гросса неоновой, тоже активно, как вы видите, вяжутся. Также по размеру можно понять, как они выглядят. Очень мне нравятся. Посмотрите, какие неоновые красивые цвета. И в сочетании, кстати, с неоновой кофтой вообще смотрится тоже прикольно. Но, конечно, вместе носить я это не собираюсь, потому что все-таки очень много яркого и разные оттенки. Еще мне сегодня пришла посылка из одного магазина пряжи. Я планирую связать что-то очень интересное, нетипичное вообще для меня. Но для этого мне нужно еще докупить несколько позиций, чтобы получилось изделие. Но давайте я вам, наверное, покажу все-таки, что за пряжа. И потом расскажу, когда я уже докуплю все, что мне нужно, что я собираюсь с этим делать. Я купила два мотка, нетипичные, опять же, для меня пряжи. Это пряжа Катя Polar, я так понимаю, либо Polar, не знаю, как правильно читается. Очень можете заметить красивая фактура, такая пушистая. Это не натуральная нить, по-моему. Значит, давайте по характеристикам. Цвет 87, он такой черный, мне кажется, без оттенков. Хотя, может, чуть-чуть коричневый оттеночек у него есть, такой темный оттенок. По составу 100% полиэстер 100 грамм 60 метров. Мне нужно было два мотка. Я в Инстаграме увидела одну замечательную вещь, которую поняла, что мне тоже она необходима. Она нетипична для моего гардероба и вообще, в принципе, для меня. Я никогда ничего подобного не вязала, но тут мне очень сильно захотелось. Я, наверное, сейчас немножечко вас заинтриговала, но не буду раскрывать все карты, потому что хочу вам показать потом, что же из этого получится, потому что процесс будет действительно очень интересный. Продолжение следует... Прежде чем я вам ее покажу, хочу показать вам джемпер из Твида, который я, наконец-таки, довязала. И я его постирала. Он такой невероятно теплый и мягкий, не передать словами. Все получилось так, как я и хотела изначально. Все вот эти вот ролики, которые я планировала, так они, в общем, легли после стирки как надо. Мне очень понравился результат. Я ношу уже этот джемпер несколько дней. Он теплый, мягкий. И знаете, что самое главное? Он не жаркий. Я ездила в магазин, и я была в нем. Я, кстати, ношу его на футболку. Мне очень нравится, как смотрится вот именно этот джемпер с белой футболкой, когда вот она немножечко торчит. Такой стиль получается, знаете, немножечко расслабленный, casual какой-то. И, в общем, я ездила в этом джемпере в магазин. Я была, понятное дело, что в верхней одежде. Там было очень тепло. Но, несмотря на это, жарко в нем не было. Так что ношу его с удовольствием. Но единственное, что мне кажется, пропитка не до конца ушла. Я еще буду его стирать, потому что вот если сравнивать вверх и низ, вверх я уже стирала, собственно, до того, как довязала все изделие полностью. И мне кажется, что с каждой стиркой раскрывается пряжа все больше. И вот снизу, знаете, еще осталось такое немножечко ощущение, как будто в пряже осталось пропитки. Потом буду еще стирать. Единственное, что опять же, не знаю насчет рукавов. Я когда ношу, мне не кажется, что они короткие. Но вот сейчас я почему-то сижу, и хотя нет, длина, кстати, очень даже вот как я люблю. Наверное, потому что я руки немножко делаю вверх, и они чуть-чуть сползают. А так, когда вот руки внизу, то та длина, то есть она получается вот закрывает косточку. Что еще по этому пряжу? Ой, кстати, единственное, что я не взвесила, это джембер. Я постараюсь его взвесить. Возможно, подпишу где-нибудь здесь сколько весит. Но у меня еще осталось достаточно пряжи, поэтому расход очень хороший. То есть я вязала в одну нить, и поэтому джембер получился очень такой легкий, струящийся, мягкий. И в то же время теплый, но и не жаркий, знаете, не дубовый. Ну, а теперь давайте к покупочкам. Значит, я вам в прошлом кадре буквально минут назад показывала вот эту пряжу от Кати. Еще раз вам ее покажу. И я вам говорила, что собираю что-то вязать необычное, но мне не хватает деталей. Так вот, я забрала, и это у меня канва. Канва для сумки. Получаются две такие части, и их нужно будет обвязывать. И планирую я как раз-таки обвязывать вот этой пряжей, чтобы получилась такая пушистая, мягкая сумка. Буду делать это впервые крючком. Не знаю пока, что получится, но планирую вам показывать, как это будет все происходить. Сумочка получается по размеру, знаете, такая вот прям удачная, не маленькая, не большая, очень комфортная. А сюда, я думаю, что нужно будет сделать кнопку или несколько кнопок на магните. Я пока еще не заказывала, потому что хочу посмотреть, когда вот обвяжу полностью эту канву, как она будет прилегать и сколько все-таки кнопок нужно будет. Потому что там комплекты разные есть. Продается одна кнопка, там две, три. Вот, и ручку тоже пока не присматривала, потому что не знаю, какая длина. Вот сюда мне подойдет больше всего. Но думаю, что в процессе я эти вопросы все решу. Так что такая моя покупочка. Очень мне хочется тоже начать побыстрее этот процесс. Но думаю, что сейчас еще один процесс вот носки движу, и обязательно приступлю к нему. Ну и, конечно же, на этом мои покупки не закончились. Я купила еще кое-что очень интересное. Но, кстати, прежде чем перейду к пряже, расскажу, что я вот купила еще шампунь для стирки шерсти. В этот раз взяла шапу Стронг. Это первая стирка. Как раз таки в надежде вот отстирывать такие изделия в сильной пропитке, как твит. Хочу попробовать, кстати, постирать его в этом средстве. Да, я понимаю, что это уже будет не первая стирка, но возможно, что все-таки отстирает эту пропитку лучше. И я взяла, значит, еще. Так, давайте начнем, наверное, с такого не самого интересного моточка, но все же. Я увидела на распродаже вот этот моток от Лана Гросса Малин Вайт. Это рождественская коллекция Крисмус в цвете 67-70. Значит, что у нас здесь? 80% меринос, 20% полиамид, рекомендуемая спица 2,5-3, 100 грамм, 420 метров. Давно я засматривалась на эту пряжу. Очень многие вязали из нее, многие магазины постоянно ее показывали. Мне тоже хотелось. Я как-то не могла понять с оттенком, что мне хочется. Плюс у меня еще есть одна новогодняя расцветка, которая заказывала в секретной рассылке. Если кто не знает, я прикреплюсь к видео, где я показывала пряжу, которая приходит. Там я участвовала в клубе Гарри Поттер. Потом вот рождественская была рассылка. Сейчас, кстати, я участвую в новом клубе Видимак. В общем, там вся история такова, что ты участвуешь в клубе, ты не знаешь, что ты получишь, какой расцветки пряжи. Ты только выбираешь основу. Это будет либо просто обычная насочная, либо будет насочная с блеском, либо это будет там меринос, например. Я, кстати, в этот раз решила опять здесь с блеском. Мне очень нравится, как это смотрится. И поэтому я как-то не решалась брать. Ну, а тут была скидка на эту пряжу. И я подумала, а почему, собственно, и да. В конце концов, нужно будет создать носочки на следующий Новый год и в подарки, и просто себе. Я вообще люблю шерстяные носки. Кстати, люблю носить их летом. Что самое удивительное, на даче по вечерам постоянно ношу. Поэтому для меня это очень такой необходимый аксессуар. Но, возможно, вот эти носочки будут мужские, пока еще не знаю. Посмотрим. И взяла одну новинку. Так, надеюсь, волосами не шелестю по микрофону. И вам меня слышно, если что, извиняюсь. Как-то я его, наверное, неудачно прицепила. Так вот, это вот такая пряжа от Кати, концепт. Я ее увидела впервые, никогда, в общем-то, не видела такой моточек. Он не маленький, как вы можете заметить. Здесь 150 грамм. Так, что у нас здесь? Давайте по характеристикам. 150 грамм. 450 метров. По составу это 42%. Самое интересное, посмотрите, написано не альпака, а липака. Видите? 42% альпака, 34% хлопок, 23% полиамид, 1% полиэстер. Рекомендуемые спицы 5-5,5. Ну да. И это, как вы можете заметить, вот по оттенкам пряжи секциона. Такая она неоднородная. По моточку этого вообще не видно сейчас. Но это будет видно потом. Здесь немножечко можно вот заметить, если вот так приоткрыть пряжу. Там очень красивые цвета. И, что самое главное, здесь есть маленькие незаметные пайетки. Я не знаю, вообще будет ли вам сейчас видно. Они настолько деликатные, что даже глазу вот так вот сразу не передаются. Вот здесь вот точно есть. Маленькие такие золотые. Вообще они не ощущаются. Я, когда увидела вот этот моток и увидела из него изделие, оно было в магазине, я поняла, что я тоже хочу себе. Там просто было другого цвета, такого зеленого, очень красивого, изумрудно-золотого. А я взяла больше такого песочного, но там тоже есть немножко изумрудного цвета. Я поняла, что я очень сильно хочу себе такой либо шарф, либо бактус. Более того, я присмотрела пряжу на перчатки сразу же и на шапку из кашемира. Но не стала сразу брать, потому что мне хочется увидеть, как этот моток откроется вообще в изделии. Как он будет выглядеть по итогу. Потому что если там совсем чуть-чуть этого будет зеленого, а я присмотрела очень красиво, вот такой, знаете, серо-петрольно-изумрудного цвета кашемир, то будет смотреться, наверное, не очень красиво. Поэтому я тогда буду брать песочного цвета. А если там достаточно много этого зелененького, то, скорее всего, возьму именно такого цвета. Сейчас ее посмотрю. Надеюсь, здесь так не откроется, что вам показать. Я сама до конца не знаю, какие там цвета будут внутри по итогу. Потому что то, что нарисовано здесь, у меня цвет 300, оно не очень совпадает с действительностью мотка. Я смотрела на сайте Катя. Там тоже, мне кажется, немножко не совпадает по цвету. Не знаю, возможно, экран не так передает. Поэтому я буду пробовать вязать. Думаю, что буду вязать платочной вязкой. Хочется мне именно не лицевую, а платочку. Никакие там узоры. И я надеюсь, что этого моточка хватит мне на такое достаточно широкое, большое изделие, для того, чтобы красиво смотрелось на шее. Обязательно вам еще покажу вблизи. А в формате руки в кадре, как эта пряжа смотрится. Но мне кажется, в изделии вы потом увидите, это будет лучше всего передавать всю картину целиком. Так что такие у меня были покупочки. И планируются процессы. А еще я присмотрела себе пряжу на будущий процесс, будущее изделие. Я очень сильно вдохновилась. Поэтому жду весну. Потому что многие процессы такие будут весенние, даже, возможно, летние. И, конечно же, будем вдохновляться вместе и вязать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова